Гроши со сметця. Коли 160 тысяч тонн другосной сыровины собранного в области за минули год. Куда сдаются школу, макулатуру, старую бытовую технику и как перепрацовываются, разбирался наш корреспондент Ганна Галёта. Бутылку сдала, можно, допустим, две или три бутылки, я уже точно не помню. И пакет молока получался, и кефир, и все, как бы, никто не выбрасывал, все мыли. Любовь Фёдорна вспоминает, как в Советском Союзе за бутылки можно было купить продукты для вечера. А за сдаденную макулатуру и на огул опрануться. Сегодня, кажется, часы не тая, тому весь непотребный хлам несет на сметник. Куды и по чим сдать другосную сыровину, женщина не ведает. На ее думку, приемных пунктов стало в разы меньше, чем было ранее. Мы ж наведались оттуда, где все еще примают сметцы. На этот пункт привозят шкло, паперу, одене бытовую технику. Привозят отходы крупногабаритной техники. Это холодильники, газовые плиты и стиральные машины. Среднегабаритные, компьютеры, телевизоры и мелкогабаритные телефонные аппараты. Раньше платили за это по 500 рублей за отходы крупногабаритной техники. И по 1000 рублей за килограмм веса средней и мелкогабаритной техники. Сейчас за любую технику ее владельнику ничего не дают. Там участей за все сюда привозят в макулатуру. За килограмм платят по 1000 рублей. Немогчимо сдать за гроши и шкляные бутыльки. Тут, как и в большинстве приемных пунктов в области, их так само забирают безвыплатно. За листовый шклобой в среднем платят 200 рублей за килограмм. За ту же вагу бесколерной полиэтиленовой пленки 2000. А если пленка смешанная, то усягод 200. У цене пластиковые бутыльки за килограмм бесколеровых 2000. Колеровых полторы, а белых спад кефиру 200. Были времена по 12 копеек бутылка была. Когда я в студенческих годах учился в институте, тогда бутылка стоила где-то килограмм помидоров. В среднем в день на этот приемный пункт привозят калятоны макулатуры. На рыхтовщик тлумачить, жадающих за копейки сдавать сыровину не надто шмат. Для многих таней выкинуть. Для такой категории людей есть вариант отнести сметя у паособные контейнеры каля дома. И они знаходятся амаль у кожным дворы. Сюди шкло, сюди пластмассу, сюди макулатуру. Шерик контейнер для харчовых отходов. Правда, и тут ты, кто приторимливается правил, пакульня шмат. Для большинства куда простей загрузить все в один мешок. За прошлый год раздельным сбором было собрано 890 тонн отходов. Это очень большая цифра. Но если ее рассмотреть в соотношении с теми отходами, которые образуются у населения, она составляет всего лишь 1% от общего количества отходов, которые образуются у наших жителей. На этом предприемстве отбирают сыровину, которая отправляется на другую перепроцовку. Вот что отбывается со сметем, которую люди выкидывают в один контейнер. Его вручную сортируют рабочие. Тут все, от ежи до оденя. Меж тем перепроцовать тот же пластик, паперу и шкло можно несколько разов. Тем самым, заэкономивши немалую сумму. Специалисты подлечили, что перепроцовка одной тонны макулатуры ратует 10 древ, экономить 20 тысяч литров воды и 1 тысячу киловатт электроэнергии. Брестская область, в принципе, республика идет к тому, чтобы все-таки отходы разделять. Естественно, разделять отходы дешевле, потому что если отходы не разделены, их приходится кому-то сортировать. В принципе, как это осуществляется на Брестском мусороперерабатывающем заводе и на других таких же аналогичных предприятиях в целом по республике. До речи, при поособном сборе смети экономят не только предприемства, но и люди, потому что его вывоз – право нетанное. При сортовании отходов контейнеры заполняются не так худко, как это отбывается с контейнером, в котором выкидывают все, что угодно. А значит, в первом случае сметеуборочная машина будет приезжать родей, что не может не отбиться на жировцы в графе «вывоз смети». Ганна Галета, Александр Севицкий, Тегра Накопян, телередовая компания Брест.